Здравствуйте, дорогие таблики! Сегодня наша страна отмечает 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Это важный и значимый праздник для каждого из нас. День, когда мы вспоминаем павших, гордимся их мужеством и стремимся передать эту гордость будущим поколениям. Праздничный день в Тобольске традиционно начался с Рассвета Победы. Это акция-митинг учащихся школ, которая проходит в городе много лет. Вместе со школьниками рассвет встретили и наши корреспонденты. На часах почти 6 часов утра. 9 мая в Тобольске традиционно начинается с акции митинга Рассвета Победы. В ней принимают участие школьники, родители, представители администрации и все желающие. Этой традиции более 30 лет, а зародилась она здесь, в гимназии имени Николая Дмитриевича Лицмана. Каждым годом к нам присоединяется все больше и больше патриотов, действительно. Потому что мы любим свой город, свою страну, потому что мы чтим память героев, потому что мы считаем, что в едином порыве, шагая по красивым, любимым, родным, зеленым улицам города родного, мы таким образом выражаем признательность тому поколению, поколению победителей. Это как солнце утром, то есть без любви к родине, без того, чтобы отдать уважение нашим победителям, нельзя ни победить, ни прожить, и чтобы страна существовала без этого никак. Это очень значимо для нашего народа, тем более в современных условиях, когда мы вновь воюем с нацизмом, который процветает на Украине. И вот данная акция, она безусловно очень нужна для того, чтобы наша молодежь знала и помнила тех, кто защитил их от фашизма. И данного рода, я еще вспоминаю, конец 90-х, когда только зарождалась эта акция, у меня дочь здесь училась, я участвовал, и поток людской, он с каждым годом растет, а это говорит о том, что люди правильно понимают историю и оценивают эту историю. Это портрет нашего дедушки, он у нас был пулеметчиком, очень много наград, вот, несем, помним, гордимся его подвигом. Бессмертный полк шагает по России, полк незабвенной памяти людской. Завершается митинг здесь, на площади у Вечного огня. Участники чтят память погибших, минутой молчания, и возлагают цветы к мемориалу. Сыновей, дочерей, отцов. Слова благодарности, почета и уважения звучат в этот день для тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Поздравление полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Уважаемые жители Уральского федерального округа, поздравляю вас с праздником Победы. Это священный для России день. В годы Великой Отечественной войны на нас с надеждой смотрел весь мир. Мы столкнулись с угрозой, которую не смог остановить никто. Ее отразили наша армия и народ. Наша страна спасла Европу и все человечество. Сегодня кое-кто пытается забыть об этом и обелить нацизм. Не случайно он снова поднял голову у наших западных границ. Но историю переписать нельзя. Написанную кровью правду не смыть никакими измышлениями. Урок истории придется выучить и тем, кто угрожает нам. Они закончат так же, как и предшественники. Врага громила вся страна. И мы по праву гордимся нашими земляками. Сотни тысяч бойцов на фронте, рабочие в заводских цехах, инженеры в конструкторских бюро, крестьяне на полях и фермах. Все они ковали победу. Девятое мая – наш общий праздник. Им мы обязаны, нашим ветеранам и труженикам тыла. Это удивительные люди. У них нужно учиться силе духа и вере в свою страну. Счастья и здоровья вам, дорогие ветераны. Тесную связь армии и народа еще раз показала специальная военная операция. Сегодня наши земляки на передовой успешно решают поставленные боевые задачи. Работники оборонных предприятий, волонтеры – все мы поддерживаем их и их семьи, обеспечиваем самым необходимым. И верим, победа будет за нами и в этот раз. С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы! День Великой Победы – наш общий праздник. С ним поздравил жителей Тюменской области губернатор Александр Мор. Дорогие ветераны, уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем Победы! Для всех граждан нашей страны это главный праздник. Иначе и быть не может. Ведь Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, каждого человека. И в сердцах родных, и в домашних архивах из поколения в поколение сохраняется память о героях. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон и искренняя благодарность. Героическими усилиями, не щадя своей жизни, вы завоевали право на жизнь для будущих поколений, смогли остановить и сокрушить фашизм, сумели с честью преодолеть все испытания. Всему миру вы доказали, что воюют и одерживают победу не оружие, а люди. В тяжелые военные годы вы самоотверженно сражались на фронтах, ковали победу в тылу. Труженики тыла, старики, женщины, дети, добивались, чтобы каждый станок, каждый трактор работал вдвое, втрое лучше, чем прежде. А кроме этого, оказывали материальную помощь фронту, отправляли теплые вещи и подарки для воинов. В годы войны регион принял эвакуированных из прифронтовых территорий, в том числе детей-сирот, стал для многих из них вторым домом. Область также превратилась в один из центров восстановления здоровья раненых бойцов. Невероятная сила и щедрость духа поколения победителей восхищает нас и сегодня и заслуживает самого глубокого уважения. Жители региона достойно выполняют завет ветеранов любить Родину и служить ей. Сибиряки и сегодня вместе с товарищами по оружию надежно защищают рубежи отчизны, сохраняя свободу России. Мы здесь, каждый на своем месте, также искренне поддерживаем бойцов, участвующих в специальной военной операции. Благодарю вас, уважаемые тюменцы, за неравнодушие и сопричастность. Общие цели, общие ценности, единство фронта и тыла. Только так можно выстоять и победить. Это понимали наши предки. Это чувствуем и понимаем сегодня все мы. Мы находимся в эпицентре геополитического противостояния. Коллективный Запад пытается обесценить нашу победу в Великой Отечественной войне, обелить фашизм. Специальная военная операция идет, чтобы положить конец этой смертельной угрозе. В этот торжественный день, день победы, который связывает воедино все поколения, мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью, отвагой всех наших воинов. Сейчас мы объединились вокруг лидера нашего государства. Мы защищаем и отстаиваем свою веру, свой язык, свою культуру и историю, свои убеждения, суверенитет и независимость нашей отчизны. Пусть память о Великой Победе в наших предках, сокрушивших фашизм, укрепляет наш дух, помогает справляться со всеми преградами. А нерушимое единство тыла и фронта всего нашего общества вновь приведет нас, потомков победителей, к достижению всех поставленных целей ради процветания Родины, мира и благополучия. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны. Слава народу-победителю! Слава России! С Днем Победы! Глава города Максим Афанасьев с поздравлениями отправился домой к тобольским участникам Великой Отечественной войны. Подарки, душевное общение и любимые песни растрогали ветеранов. Великой Отечественной войны-победы Великой Отечественной войны-победы Победы! Слава России! Слава России! Победы! Победы! Великой Отечественной войны-победы Ну, я 17 лет уже на фронте был. Пардиотанковая батарея. Нас четыре пушки направились по лесу вперед туда. Там мост надо подорвать. А внизу там дорога такая идет проездная. Ну, вот немцы там по дороге отступали, прям этими колоннами. Я прямой наводкой разбил мост сразу. А там они ехали и на машинах, все бросают машины и пешком перелазят. Эх, будь дорожка, фронтовая, не страшна нам поддержка любая. А попирать нам рановато, если у нас еще дома дела. Мы приложим все усилия, чтобы созданная страна вашим поколением, самая сильная страна, самая могучая, она такой была, есть и будет. Спасибо вам за ваш подвиг. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. День Победы. Я на койке лежал, не шевелился. У меня осколки вот эти. 18 сантиметров вот. Ногу выдирали там осколки. Рыгу освобождали. А я подполз к самой метров 15 танку. Бросил гранату. Она удачно попала. Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты. Хороша дорога к дому, и пришли домой с победою солдаты. Я ведь много прошла. Катушку, вон какую, на плечо, вот через голову одел и пошел на линию. А там болота были в Стерославле. Дошли до Сигулды. Это день Победы, ворогом пропал. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Традиционно в преддверии Дня Победы в Тобольске возложили цветы к вечному огню. Так табыляки отдают дань уважения землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. На площадь Победы вносят государственный флаг Российской Федерации и купюю Знамени Победы. Стерославле, День Победы. Семь писем он прислал, пока на Восток ехал. Трижды ранен был в Челябинске два раза был, в Уфе один раз был. А потом еще один раз поехал, и ее второго числа убили. Пришла, это сама мама, маму отстояли, чуть не умерла. Вспомни, три года, десять месяцев и еще восемнадцать дней. Двадцать шесть миллионов четыреста пятьдесят две тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Я держу портрет моего дяди. Он вырастил меня как отец. Попов Леонид Евгеньевич. Ушел из жизни 21 апреля сего года. Ездил на похороны, провожали его в Томске. На фронт уходил из Тобольска. Он прошел, да, тяжелый путь, был ранен. До Германии немножко не дошел, в Чехословакии был ранен и госпитализирован. Он стал известным ученым с мировым именем. Великая Отечественная война Я думаю, что это очень будет хорошо для нашей молодежи, потому что молодежи надо это все доносить, потому что это наша история, это наша страна, это наша родина, это наша жизнь. В принципе, 9 мая я каждый год сюда прихожу с цветами. Внуков сейчас привел туда. У меня внуки сейчас, они со мной, я это воспитываю, я их в этом направлении, в этом русле. Традиционно и в отдаленных микрорайонах Тобольска проходит церемония возложения цветов кобелискам. Горожане приносят с собой фотографии родственников. Как возлагали цветы в поселке Сумкино. Смотрите далее. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Это моя внучка, это мой дед. Ее, соответственно, прадед. Воевал в панфиловской дивизии. Собирали эту панфиловскую дивизию в Алмате, город Алмата. Воевал в Прибалтике и дошел до Чехии. Вернулся живой, похоронен здесь. Ну и увековечена память здесь у него, у этого памятника. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай Тот сведущий, манипущий, яркий май Викременце в русском панфе Свой страдать Помнит сердце, не забудет никогда Я вспоминаю своего отца, который был на фронте, наводил понтонные мосты. И для нас этот праздник свят, чтим и всегда таким и останется. Как воспитать настоящего патриота своей страны, знают в первой школе Тобольска. Ребята знакомятся с историей школы, начиная буквально с младших классов. И свято чтят своих героев, участников Великой Отечественной войны. День Победы здесь, пожалуй, самый любимый праздник у детей и учителей. Моя семья в годы Великой Отечественной войны. Материалы для этой работы Шамиль Азисов с семьей собирали в течение двух лет. Информацию о родственниках искали в архивах в Агайо и Тюмени, а также на исторических сайтах. Результат оформили в Лебук. Начну рассказ о своем прапородедушке Насибире Раматуловиче. Он участник Станинградской битвы и похоронен в Брадском могиле в Горного Града. Второй мой дед Шамратовский Дик Шамратович пропал в бездности. Подтверждающую информацию получил из военкомата Ярославской области. А вот мой прадед Азисан Мурдорович Апович прожил 88 лет. Служил в составе 1050-го Сыркового полка. Шамиль гордится, что он правнук победителей. Ученик первой школы не только увековечил память родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Его работа получилась интерактивной. Она дает возможность расширить кругозор, узнать больше о городах-героях, орденах и медалях, книгах о войне. Руководитель музея первой школы Надежда Степановна Крюкова знает, чувство патриотизма не появляется само собой в 10-м классе. Прививать любовь к родине нужно с детских лет. Поэтому школьники, начиная с младших классов, участвуют в различных конкурсах, проектах, конференциях. Изучают историю школы, ее героев. В преддверии Дня Победы ведется особенно большая работа. Ребята проводят экскурсии, встречи, поздравляют ветеранов, участвуют в акциях. День Победы пусть останется в каждой семье нашего ученика, останется в каждом человеке. И пускай заново пройдет Тобольский бессмертный полк по душам и сердцам наших ребят. Это главное сегодня. С праздником вас! День Победы раскрывает лучшие качества в каждом из нас. Это любимый праздник людей всех возрастов. Гость нашей студии Александр Арестов, инструктор по специальной подготовке военно-спортивного центра «Россияне». Александр, рад вас приветствовать у нас в гостях. Расскажите, пожалуйста, как у вас построена военно-патриотическая работа? Ну, если сказать в частности по моей работе в военно-спортивном молодежном центре «Россияне», то я являюсь также еще руководителем специализированной группы по добровольной подготовке к военной службе. То есть мы с ребятами собираемся три раза в неделю. У нас ведутся тренировки по специальной подготовке, по физической подготовке, по строевой, по огневой, то есть по обращению именно с оружием. То есть участвуем в различных мероприятиях, то есть районного, городского, областного уровня. Какие особенности есть у ваших тренировок, на которые вы бы хотели обратить особенное внимание? Ну, наша специфика, она все-таки больше направлена на подготовку к армии именно вот в этих группах, СГДПВС так называемые, если сокращают их. То есть наличие именно строевой подготовки, вот я считаю, очень важным аспектом, потому что ни в одной секции спортивной больше этого никто нигде не дает. Также обращение с оружием, то есть начинаем мы, конечно, с элементарных АЗОВ, то есть это пневматические винтовки и макеты массогабаритных автоматов Калашниковых. Расшифруйте. Макет массогабаритных автоматов Калашникова, ММГ АК-74М. Звучит очень непросто, но ребята справляются? Да, конечно, то есть подготовка идет у них, программа рассчитана на два года, то есть ребята занимаются с 14 до 18 лет, и также, то есть есть еще помладше группы, это иноармейские отряды. А сколько вообще человек занимаются? Ну, в старших группах 20 человек у нас наполняемость. Как показывает практика, то есть юноармейские отряды, мы тоже наполняемость доводим до 15-20 человек, то есть на один отряд. Ребята приходят сами на ваши занятия? Откуда про вас узнают в конце концов? Очень большое количество ребят приходят сами, то есть кого-то, естественно, приводят родители, услышав про нас, но в частности даже вот такой большой рекламы какой-то, не приходится распространять, потому что у нас существует такое народное сарафанное радио. Очень много поколений, то есть я там условно в Центре России работаю с 2006 года, и уже дети моих воспитанников уже приводят, то есть, собственно, детей своих воспитанников я тренирую. То есть второе, третье поколение. Ребята идут с охотцами, то есть они хотят именно тренироваться. Всем нравится, здорово, замечательно, позитивно. Ну, расскажите, как вы выбрали этот путь, как пришли? Ну, мой путь начался очень давно, когда еще только возник у нас Центр Россияни. То есть это конец 90-х было. То есть не так много было альтернативы в городе, и я жил очень близко, поблизости. То есть первые же тренировки, увидев людей в форме марширующих, то есть сразу же, даже не раздумывая. То есть мы всем двором пошли заниматься со своими товарищами. То есть и так меня это там, так скажем, засосало. Да, затянуло так, что до сих пор работаю, и ребят тоже стараюсь привить эту любовь, то есть именно к тренировкам, к занятиям, то есть к Центру Россияни, чтобы никто никогда не уходил. То есть душой и сердцем все равно они там остаются, ребята, которые к нам приходят. То есть частичку себя я передаю все-таки ребятам. А вы сказали, что работаете с 2006 года в Центре России? Ну, официально, да. То есть официально с 2006 года. То есть за эти уже больше, чем 15 лет получается, да? Так точно. Да, наверное, можете отследить какую-то динамику, какие-то изменения среди состава ребят. Стало ли их больше? Стали приходить какие-то другие ребята с другими взглядами? На что-то внимания больше обращают? К чему-то тяготеют, возможно, иначе? Динамика, она волнообразная все равно. То есть нет какой-то определенной динамики, она волнами идет. То есть если брать конец 90-х, там наши времена, когда мы были еще подростками, это был просто бум. То есть в городе альтернативы не было. То есть у нас там на первое поступление было отбор 800 человек. Набирали две группы 40 человек. То есть сейчас, конечно, очень много альтернативы. То есть есть у нас спортивные секции, есть кружки очень много. То есть молодежи там. Поэтому, то есть и сами знаете вы у нас учеба, как построены образовательные процессы. То есть ЕГЭ, подготовка и так далее. Ну, народ идет. По интересам, конечно, сравнивая, опять же, параллели проводя, там с началом 2000-х, сейчас больше уже идет специфика на развитие именно, ну, например, беспилотники. То есть это очень хорошо сейчас заходит. На злобудни. Да, совершенно верно. То есть прогресс идет, и технологии идут вперед семимильными шагами. Естественно, то, что было актуально там еще 10-15 лет назад, сейчас уже не актуально. Поэтому ребятня у нас, вот компьютерные технологии сейчас, вот эти игры, лазертак, пинбол, то есть мы их тоже развиваем. Ребятам очень нравится именно вот это тактическое направление с использованием, но новейших технологий. То есть вот таким образом стараемся тоже это все дело у нас пропагандировать, развивать, внедрять, ну и, собственно говоря, использовать потом при проведении наших мероприятий. Ну, нельзя не сказать и не отметить, что имя Центра Россияне в Тобольске по-настоящему пользуется успехом уже продолжительное время. Как вы думаете, в чем секрет? Да я думаю, все просто, все элементарно и просто. Наверное, это постоянство. То есть ребята, даже вот наши работники, инструктора, они просто этим занимаются на протяжении долгих лет. Это настоящие фанаты своего дела. То есть они свое дело любят, то есть они свое дело боготворят, идут вперед, несмотря ни на какие трудности. И в этом просто человек, увлеченный чем-то, он за собой все равно уведет молодежь, то есть неправильного пути. Если ты сам этим увлечен, естественно, и молодежь за тобой пойдет, я считаю так. Кстати, ребята уходят на летние каникулы? Лето скоро, погода хорошая. Ну, летний период у нас лагеря начинаются, то есть военно-спортивные, молодежные смены, то есть оборонно-спортивные, палаточные лагеря. То есть в этом году мы хотим запустить новый проект, то есть на базе Алимасова планируется у нас лагерь открывать. То есть там летний период, он у нас не отдых, он у нас все-таки, это продолжение нашей подготовки, это полевые сборы. И тоже жаркая пора. Совершенно верно. Что ожидается в сезоне 2023? Будем смотреть вперед. Все секреты не буду раскрывать. То есть все по мере поступления, задач, как говорится, у нас. Ну, я знаю, что вы участвуете практически во всех городских, патриотических мероприятиях. Дайте, пожалуйста, свою оценку. Насколько это важно для сохранения истории, для привития патриотизма? Ну, у нас в Центре Россияни существует отдельная группа. То есть создал ее в свое время Пролоров Роман Радикович. То есть отдельная группа, это получается караульная группа, которая занимается у нас именно строевой подготовкой, но более профессионально. То есть они у нас участники и областных победителей, и всероссийских соревнований. То есть многочисленных ездят на различные соревнования. То есть, можно сказать, международного уровня. Там были такие соревнования, как Спасская башня, то есть в городе Москва. То есть ребята, где у нас успешно выступали. Ну, естественно, все эти навыки, которые они оттачивают, отрабатывают, мы используем на всех наших мероприятиях городских. То есть, я думаю, ни для кого не секрет, ни одно мероприятие патриотического характера с возложением венков, гирлянд и выставлением на пост наших ребят не проходит. То есть... Ну, я знаю, что и буквально через несколько минут вы убегаете на очередное мероприятие. Ну, сейчас вот такой период очень сильно загружены. Все в работе, все, как говорится, тренируемся, готовимся, держим себя в тонусе, скажем так. Когда я вижу ваших ребят на мероприятиях, правильно ли я понимаю, присутствуют еще и девушки в форме? С девушками это... У нас старая история. То есть, у нас сначала в нашей системе, вообще, в областной, вместо девушкам не находилось очень долгое время. Ой-ой-ой, да? Совершенно верно. То есть, ну, само собой взаимоисключающие вещи, как добровольная подготовка к военной службе и девушка. Но потом с годами, со временем все-таки эта тенденция у нас переламываться начала, потому как девушки тоже поступают в военные училища, институты, в силовые структуры идут. То есть, вот у меня в данный момент, то есть, очень много девчат, которые выпускницы, они учатся в институтах МЧС, МВД, в силовых структурах уже работают. То есть, как показала практика, в чем-то, даже я сказал, девушки, иногда и молодых людей, им составляют очень большую конкуренцию. В частности, по строевой подготовке. Да ладно? В том же, получается, у нас, в той же караульной группе, то есть, сейчас расстановка сил, ну, где-то 50 на 50. То есть, половина девушек, половина молодых людей. Были времена, когда там были только девушки. Потому что у них это очень здорово получается. То есть, координация движений, упорство, они вот добиваются очень хороших результатов. Это, естественно, ни в коем случае не в укор молодым людям. У них немножко другая специфика. Они у нас по, именно спорту, по спортивной части, да, то есть, по военно-прикладным видам спорта очень удачно выезжают. Поэтому, я думаю, всем место найдем. Еще один вопрос, который касается девушек, мы видим показательные выступления, когда, как бы, так сказать, фехтуют, точнее, не фехтуют, а управляются с настоящим оружием. Ну, с карабинами. Да, с карабинами. Что это такое? Это очень зрелищно, мягко говоря, выглядит опасно, но и непросто. Ну, это, я скажу вам, даже очень опасно на протяжении долгих лет. То есть, я это наблюдаю постоянно. И мои воспитанники, то есть, мои воспитанники моих групп занимаются у Романа Радиковича. То есть, я, когда мы все время на тренировках, все равно они параллельно проходят, я смотрю, то есть, оно же настоящее, там не муляж. Ну, и не муляж, и когда оружие со штыком, а девушки жонглируют. Совершенно верно. Это все тренировка. Долгие часы, дни, недели тренировок, это все отрабатывается, это все, то есть, как у нас обычно бывает. Да, и я так смогу. Ну, милости просим, берете, пробуйте, если у вас все выйдет здорово, замечательно, почет вам, как говорится, и уважение. Но девчата очень много тренируются, молодые люди очень много тренируются, это отрабатывается реально, то есть, долгими часами, то есть, это огромный труд. В преддверии лета особенно, что пожелаете своим воспитанникам, да и вообще молодежи Тобольска и всем, кто нас смотрит? Да в преддверии лета я, да и в принципе не только в преддверии лета, пожелаю ребятам, чтобы они свое личное время, то есть, свободное время проводили с пользой. Шли на спортгородки, шли на стадионы, шли на тренировки, то есть, независимо, какой это вид, то есть, занимались своим здоровьем, следили за собой, то есть, и свое личное время проводили с пользой. Большое спасибо за беседу. У нас в гостях был Александр Арестов, инструктор по специальной подготовке военно-спортивного центра «Россияне». Уже много лет музей школы номер один ведет переписку со своими выпускниками. Пожелтевшие от времени письма хранят для будущих поколений. Чтобы те, кто сейчас сидит за школьной партой, помнили и знали их подвиг. В преддверии Дня Победы школьники читают письма тех, кто окончил школу 80 с лишним лет назад. И один из них наш коллега Григорий Щитков. Сейчас трудно представить, что и как происходило в те дни и месяцы. Месяцы и годы. Суровые годы войны. На тот момент в школе номер один работал большой и дружный коллектив учителей. Не было чернил, не было тетрадей, часто не было света. Но ученики делали чернила сами, писали в старых тетрадях, а на уроках сидели в куртках. Но школу они не бросали и продолжали учиться, хотя делать это стало намного труднее. Все для фронта. И учительский коллектив школы отчислял часть заработной платы, подписывался на военные займы, сдавал облигации в фонд обороны. Газета «Тобольская правда» в январе 43-го года писала, что ученики и учителя средней школы номер один внесли в фонд обороны 30 тысяч рублей. Кроме того, они собрали 508 килограммов железа, 100 килограммов чугуна и меди. В то время не было отпусков. Каждое лето учителя, родители и ученики старших классов ездили на уборочную помогать колхозам. Школьная жизнь не ограничивалась одной работой. Напряженные будни чередовались с отдыхом, вечерами и выступлениями самодеятельных артистов. Еще в довоенные годы был создан свой струнный оркестр. Ребята увлекались спортом, играли в военные игры. А школьные стрелки, волейболисты и лыжники занимали призовые места в городе. Так, в феврале 45-го года наша команда заняла первое место в общегородском лыжном кроссе, посвященному Дню Красной Армии. Тобольские школьники почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к монументу «Мать Родина» на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. Это место массовых захоронений, жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. Что впечатлило ребят в поездке, узнала Наталья Китова. Тобольск тесно связан с блокадным Ленинградом. В июне 1942 года к нам привезли 120 истощенных больных детей. Многих выносили с парохода на носилках. У большинства отцы погибли на фронтах. Матери умерли от голода. Маленьких блокадников разместили в детском доме номер 46. А когда выросли, многие из тех, кого Сибирь спасла от смерти, вернулись в Ленинград. Но кто-то так и остался в Тобольске. Шестиклассники из школы номер 16 решили почтить память всех, чьи судьбы перемолола Великая Отечественная война. И посетили Санкт-Петербург с патриотической миссией. Основной нашей миссией было возложение цветов на Пискаревском кладбище. Эта поездка у нас является одним из моментов патриотического воспитания. То есть, когда ребенок воочию может сам прикоснуться к истории. Посмотреть не только где-то в книжках прочитать, а вот именно посмотреть на этот блокадный Ленинград. Посмотреть в фотографиях, посмотреть в зданиях, посмотреть непосредственно в очевидцах. Ребята возложили цветы к монументу «Мать Родины» на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. Это место массовых захоронений жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. Здесь наверняка лежат родители маленьких блокадников, которым вторую жизнь дала Сибирь. Я узнала, что в блокадный Ленинград давали 125 грамм хлеба неработающим людям и 250 работающим людям. Люди голодали, им не хватало еды. Нужно прикасаться к истории, потому что если мы ее забудем, ее просто возьмут и перепишут по-другим. На войне у меня участвовал прадед и прапрадед участвовал в блокаде Ленинграда. Он находится на Пискаревском кладбище в братской могиле. Школьникам повезло не только с познавательной поездкой, но и с экскурсоводом. У нас был экскурсовод Татьяна Николаевна. У нее мать в юном возрасте была в блокадном Ленинграде. То есть она нам рассказывала непосредственно, как ее родственники переживали этот момент. Как выживали, как спасались, как умирали у них и соседи, и члены семьи. То есть ребятки воочию это все услышали из первых, можно сказать, уст. Благодаря поездке школьники прикоснулись к тому, о чем читали только в учебниках и во всемирной паутине. Увидели места событий, перевернувших историю. Великая Отечественная война закалила его характер и определила судьбу. Через какие испытания на фронте пришлось пройти почетному гражданину города Тюмени и выпускнику Тобольской школы номер один Виктору Феоктисовичу Югринову, рассказывают нынешние школьники. Югринов Виктор Феоктисович Родился 22 декабря 1922 года. Учился в нашей школе, как и его сверстники, был пионером-комсомольцем. После окончания десяти классов в 1940 году Виктора Феоктисовича призвали в Красную Армию. А с Грозового 41-го он среди тех, кто в кровопролитных боях и сражениях добывал долгожданную победу. В его послужном списке начальник штаба дивизии, заместитель начальника штаба полка, начальник разведки, командир артиллерийского дивизиона. Именно в годы войны закалился характер. Ему верили сослуживцы, вместе с командиром, преодолевавший все трудности военного времени. Из воспоминаний Виктора Феоктисовича «Война – тяжелая вещь, но в то же время и хорошая школа. Учат принимать решения и проводить их в жизнь, исходя из реальной обстановки. Дивизии, которые участвовали в окружении 16-й армии, всю войну пробыли в болотах, вели действия, заставляющие противника держать войска в этом котле в течение долгого времени». После окончания войны решил получить фундаментальное образование и поступил на очное отделение физико-математического факультета Тюменского педагогического института. Итог обучения – красный диплом с отличием. В 1964 году Виктор Феоктисович был назначен на должность заведующего Тюменским городским отделом народного образования, который он успешно возглавлял в течение 19 лет. За плодотворную работу в народном образовании награжден орденами Октябрьской революции и знак почета. А в 1976 году ему было присвоено звание заслуженный учитель школы РСФСР. И в дни 400-летия Тюмени Виктор Феоктисович удостоился звания «Почетный гражданин города Тюмени». И в гостях в нашей студии руководитель Музея пограничников Сергей Алексеевич Булышев. Добрый день, Сергей Алексеевич. Добрый день. Давайте расскажем телезрителям сразу, что музей пограничников у нас существует в городе сколько, 11-й год? Да, уже 11-й год мы работаем. И вот три месяца, как вы переехали на новое место, уже обосновались, уже дом свой, да, свое. И тут уже к вам зачастили экскурсии, да, насколько я знаю? Да, как бы это приятно, что появилось уже как бы наше место, где мы можем собраться, где проводить экскурсии, никого не спрашивая. Ребята к нам идут уже, практически каждый день это списан, все просят, просят. Мы стараемся никому не отказывать. В свое свободное время всегда проводим экскурсии. Ну, у вас отцам их вот там, да? Да, да. Старшие группы садиков приходят, им тоже интересно. И что-то еще интересно, что дети приходят, и потом буквально через несколько дней, через месяц, они уже ведут своих родителей. То есть им понравилось, и они хотят, что родителям показать. Еще раз, да? Да, да, еще раз. Ну и взрослые ходят тоже, да? Да, взрослые тоже приходят. Вот пограничники тоже заходят, проходят мимо, когда увидят флаг, им просто интересно зайти, что это такое, заходят, разговариваем, особенно когда, и начинают сразу вспоминать о своей службе. То есть ребят, кто служил на границе, как это задевает. Вот такой хотелось бы сказать случай, буквально месяц назад к нам приходил со своей семьей Данила Григорий Петрович, который участвовал в боевых действиях на острове Даманский, забыл. Вот он там участвовал, и когда вот он подошел к этому стенду... А у вас как раз там есть стенд просто в Даманский отдельный? Да, стенд, да. Я его сделал самый первый, потому что у нас там погиб наш земляк, Александр Федорович Шостаков. И когда он подошел к этому стенду, он минут, ну, 20, наверное, простоял, не дыша. Мы к нему не подходили, ничего, но потом, когда он уже, видно, ну, как понятно, он был весь там, на этом острове. И потом рассказывал, что вот здесь вот мы заходили на остров, друг друга поднимали, вот тут в меня стрелял китаец, вот точно все, то есть он побывал там. То есть вот это как бы тоже. Из первых уст эта история. От того человека, который непосредственно там был. Вот такие истории. То есть у вас еще так истории собираются потихонечку. Как, где берете экспонаты, Сергей Алексеевич? Как добываете? Там же у вас много интересного всякого. Да, экспонаты, ну, за 11 лет практически у нас, в мае вот 11 лет, экспонатов накопилось очень много. Приходят отовсюду, если честно сказать, которые раздоро сами не ожидаем. И пограничники сами приносят. Очень хорошо помогает наша областная организация ветеранов пограничников Тюменской области. Оттуда много приходит экспонатов, привозим. Ну, и так, то буквально в начале, когда создавали музей, почему-то нам Нина Владимировна Назарская прислала афганский нож, которым пытались убить его в Афганистане. То есть откуда она про нас узнала из-под Москвы. То есть у вас так стекается отовсюду, порой такими какими-то каналами вообще непредсказуемыми. Есть бинокль, как ребятишки называют, это БМТ-200. Он пришел с Владивостока. То есть отовсюду потихоньку, потихоньку и как бы копит, копит. Где-то хотят выкинуть, а у нас зачем выкинуть, когда нам все можно показать, кто-то вспомнит. У вас так скоро и музея не хватит, придется расширяться. Экспонаты есть, можно еще что-то показать. А раскопки, раскопки мы сами ездил, я два года ездил с ребятами на Синявино, под Ленинградом, как к Синявинске высоты. Оттуда привезли очень много по раскопкам места боев. Да, места боев. Самые длинные заченые шли бои. Как раз Великую Отечественную войну. Да, да, да. И поэтому вы еще сами тоже пополняете экспонаты. Да, я оттуда привожу. Давайте, Сергей Алексеевич, расскажем про Великую Отечественную войну. У вас получается там экспозиция такая достаточно обширная, буквально от начала истории пограничной службы до вот уже наших дней. И есть фрагмент, посвященный именно в Великой Отечественной войне, да? Да, вот я думаю только о пограничках во время войны знают, только как они первыми приняли бой и практически уже мало где в какой литературе это есть, чтобы пограничники где-то воевали. А пограничники также участвовали во всех боевых действиях, то есть как с первых дней войны приняли первый удар на себя. Это, то есть из 666 застав, которые были на западных границах, 485 приняли первый бой в предыскодящем силу противников в первые часы боя. Первые гибли, получается? Да, первые гибли, да, пограничники. И ни одна из застав без получения приказа не отошла. Хотя гитлеровская команда давала уничтожение одной заставы от 30 минут до часа, но пограничники держались сутками, неделями, месяцами, а 45 застав около двух месяцев ввели оборону уже в тылу практически. Самый известный пример Брестская крепость. Да, Брестская крепость тоже покрыли себя славой такой. Там гарнизон был, не сказать, что большой, около 500 пограничников под командованием Кижеватого и около 5000 военнослужащих Красной Армии. То есть они держали тоже оборону очень долго. Когда уже немцы практически уже подходили к Минску, Брестской крепости еще ввели оборонительные бои. Ну там до первого снега же, по-моему, буквально. Да, там долго шли вот эти бои. Получается, что у вас есть и экспонаты тоже интересные. Вот часть из них сегодня на нашем столе. Вот расскажите, что такое наиболее интересное есть. Да, вот у нас вот есть вот та вот именно, которая сейчас рассказывала. Это земля, привезенная с Брестской крепости. Это нам привез военнослужащий, то есть начальник доставы Брестского погранного стряда. К нам приезжал в 2015 году и вот привез такой подарочек. Для нас он очень ценный. То есть это земля, пролитая кровью наших солдат. Но она причем с фрагментами вот этого красного кирпича, из которого сделаны стены крепости. Также вот в раскопках в 2017 году подняли вот такой, как говорят, смертный медальон. Но это не смертный, солдатский медальон. Но он оказался пустой. Это тоже вот выносинявских? Да, тоженосинявина подняли. В нем ничего нет. Давайте расскажем, зачем были нужны такие медальоны. Медальоны называют в первую очередь, чтобы для опознания бойца, для опознания солдата. Допустим, когда он погиб или через какое-то время. Или ранен даже. Да, да. Ну, что санитарное захоронение тоже было очень много. Тоже проводились захоронения. И вот даже сейчас очень мало таких медальонов находится для опознания наших солдат. Потому что какие-то были такие суеверия. Да, были суеверия у наших солдат. И они их давали, они их старались выкинуть, чтобы остаться долго живыми быть. И потом у наших солдат очень низкая процент опознаваемости. В основном все это безымянные. Но туда вкладывалась бумажка. Записывается, там все родственники, свои данные. Кто ты, что ты. Где служил? Ну вот они же пластиковые, да, получается? Эбонитовые. Эбонитовые. Поэтому у них такая сохранность-то хорошая достаточно. И те, кто бумажка там, где оставалась, сейчас вот если находят, то она, в общем, достаточно в таком нетронутом почти состоянии. Если она была особенно плотно закрыта, влага не попадала, ее очень хорошо читались они. Но сейчас, к сожалению, да. Да, сейчас, к сожалению, пустая оказалась. Также в Синявино была привезена вот такая фляжка, которыми наши солдаты во время, в начале войны были, в чехлах они были. Вот такие фляжки. Брезентовые, да? Такие чуть-чуть. Брезентовые чехлы. Стеклянные фляжки. Стеклянные. Насколько это было неудобно, да? Неудобно, да. Да, ну, может, главное, чтобы было производство быстрое. И все, чтобы... Ну да, обеспечить всех. Это вы своими руками? Да, это все руками поднято. Буквально я поднял эту фляжку, на следующий день мне уже принесли вот эту пробку тоже от фляжки. Ну, они редко, да, тоже сохранялись? Да, это редко. Они же убитые все, да. Когда копают, лопатой чуть заделано, сразу раскалывается. То есть вам повезло, можно сказать, с такой находкой? Аккуратно. Ну, они бились, наверное, и у солдат тоже. У солдат, конечно, били осколками, там всякое разное. Есть у меня фляжки уже, которые они полностью защищенные, или котелки, которые там даже как дуршлаг можно использовать. Все убиты. А тут все, пуля попала. Но тут достаточно толстого стекла уже все равно. Ну, да. Все равно, если по ней уступнуть, ну. Ну, да. И еще какой-то у нас гильза. Да, еще вот тоже в 16-м году тоже подняли гильзу в таком песочном сохранивательном хорошее находилось в песке. Гильза – это знаменитый 45-ки, в которой в время войны начали немецкие танки. Вот она так вот выглядит. Латунная гильза. Гильза. Еще, я так понимаю, что это далеко не все, да, экспонаты, что можно будет... Да, экспонатов очень много. Привезенные все находятся в нашем музее. Вы рассказываете, получается, вот про каждый, как бы, да, когда, вот как вы экскурсию проводите? Там же довольно много всего интересного. Или вы ориентируетесь, допустим, на возраст там, да, целевого уровня? Да, да, основной возраст. Это для которой повзрослее ребята, им уже как бы подробнее рассказывают сразу те интересные моменты, особенно на героизме пограничников. Вот это все, как бы, они через себя все это все проносят и как бы кто понимает, кто не понимает. Но в основном ребята очень внимательно слушают. Это очень приятно. И, кстати, музей создавался для того, чтобы, для патриотического воспитания, что дети как бы когда это все услышат, как бы они как будто там побывали, через это все жили, проживали эти все моменты. Потому что очень много историй про пограничников. Вот все знают, да, у нас Гастелло пошел свой самолет на таран. На таран пошел. Но и пограничники тоже не были в стороне. Например, бомбардировщик в составе экипажа под командиром Любтича, когда бомбардировщик был подбит, они свой бомбардировщик направили на немецкий аэродром. То есть тоже такие совершали подвиги. Также подвиг Александра Матросова. А за три месяца совершил подвиг тоже пограничник. Младший сержант Гуджин. Тоже совершил этот подвиг. Тоже бросил саму образовую надзод. Первый зод забросал гранатами, а второй же, когда увидел, что и второй, просто гранат не было, патронов не было, закрылся и грудью. Получается, что пограничники, Сергей Алексеевич, воевали на разных потом участках фронта. Понятно, что там застава прошли. Они в разные войска как бы распределялись или как они? Нет, тут было подразделение пограничный полк, но вместе, совместно с воином НКВД, потому что подчинялись в КГБ все, вот это создавали. Было, взять, например, на Москву, в обороне Москвы было около пяти соединений только пограничников, всяких разных. Охраняли, то есть охраняли, вели оборонительные бои. Пограничники это брали из западных, из восточных, с южных рубежей, то есть, где застава есть, какую-то часть самых ответственных, самых добросовестных отправляли на фронт, а остальные уже пограничники без пополнения, уже каждый служил за себя и за того парня, как говорится. То есть, что-то чудо набирали, набирали, очень много было создано подразделений пограничников, даже была создана отдельная 70-я армия, где были только воины-пограничники. Ну да, кстати, вот западная граница понятна, да, а вот оставались же там же и Япония еще есть, на нас косо смотрит, да, и так далее, по всему же периметру надо было там охранять, и вот, то есть, кто-то нес службу, да, хотелось, рвались, может, на фронт, а приходилось вот там, в глубоком тылу, да, как-то, где-то. В Японии там тоже было, скажем, не просто так служить, потому что она уже готовилась к войне, и так же говорят, да, про пионеров-героев, что пионер-героев совершили подвиги, а никто, я ни разу не слышал, что они говорили о детях-пограничниках, хотя бы тоже такие были, это, например. Кто жил на заставе, получается? Ну, на заставе, вот есть такой пример, в комендатуре сын побочек коменданта реворусского комендатуры отряда Шура Голубев, тот тоже принимал участие в боях, впервые подносил снаряды, перевязывал ранен, а потом уже взял винтовку и начал уже уничтожать немцев. За эти первые дни боев его наградили орденом Красной Звезды, то есть и ребята, и ему было 14 лет на тот момент. А если, Сергей Васильевич, говорить о табыликах, есть у нас данные о том, кто, вот вы сказали, на острове Даманском наш земляк погиб, да? А вот во время Великой Отечественной войны сколько у нас было в пограничных войсках? В пограничных войсках я не знаю, но вот есть, знаю, что есть один, Иванцов, забыл, Иванцов, вот, он тоже был на Ленинградском фронте, и когда мы приехали, Петр Александрович, и когда мы приехали с раскопок в 16-м году, я в первую очередь пошел к нему рассказать свои впечатления. И когда мы с ним заговорились, вот это все разговорились, и оказалось, где вот мы ходили, вот этот чертов мост, а он был тут ранен при вот этой штурме этого моста, а мостик, он небольшой, метр, три-четыре, может, в ширину, речка такая. Вот он тут был ранен, то есть вот это как бы все переплетается. Вся эта история. Да, вся история. Ну, и, наверное, давайте напоследок, Сергей Алексеевич, расскажем, как попасть можно к вам в музей, как самим вот это все посмотреть, послушать ваши замечательные истории. Ну, в музей, в музей можно, мы всем рады, никому не отказываем, и там есть мой номер телефона, по звонку, созваниваемся и встречаемся, и проводим экскурсию. Очень рады только видеть. Спасибо вам большое, Сергей Алексеевич, ну, и, конечно, с праздником Победы. А для школы номер один они навсегда останутся юными, счастливыми и полными надежд выпускники предвоенного 1940 года. В стареньком альбоме хранятся послевоенные фото их, уже взрослых и многого достигших в жизни. За боевые подвиги и героизм, проявленные на фронте, их память свято чтят и хранят в родной школе. Письмо выпускницы 1940 года школы номер один Малюгиной Галины. Здравствуйте, дорогие ребята! На полученное ваше письмо отвечает вам бывшая ученица школы номер один Малюгина Галя. Очень хорошо и отрадно, что вы делаете такое благородное дело. Вы приносите пользу не только себе, но и последующим поколениям нашей школы. Окончила я школу в 1940 году и считаю ее своей, своим домом. Очень благодарна всем учителям и особенно нашей классной руководительнице Мария Андреевне, которые своим нелегким трудом дали нам знания и вывели нас на большую дорогу жизни. Воспитали нас честными, добросовестными, обязательными и высоко патриотичными людьми нашей любимой Родины. Хочется, чтобы и вы были такими же. После окончания школы поступила в том же году в Тюменский медицинский институт, который окончила в 44-м и была мобилизована в ряды советской армии. Получила направление в действующую армию 2-го прибалтийского фронта 22-й гвардейской стрелковой дивизии в медико-санитарный батальон. В медсанбате работала врачом-ординатором операционного взвода в звании гвардии старшего лейтенанта. Награждена медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. Сегодня в нашей студии Олег Екатерина Ишимцева. Тобольская семья, которая занимается любительской кинематографией. Видеостудия Екатерина. Представляют они. Здравствуйте. Здравствуйте. Про любительскую кинематографию давайте чуть подробнее расскажем. Сколько на вашем счету фильмов домашнего производства так скажем. Если примерно прикинуть уже ну под 40 уже есть если прям все в сумме работы собирать прям если все направления как бы и не только потому что у нас и заказывают как бы ну то есть 40-45 вот где-то так. Это приличный такой уже вклад. Я насколько понимаю как вы это делаете вообще вот почему родилась такая идея сделать собственно делать собственное кино домашнее? Ну как это произошло ты расскажешь Ну сначала мы конечно для себя начали фильмы снимать Просто в удовольствие рыбалка отдых на природе вот у нас катамаран путешествовали на нем снимали и потом как-то хотелось более качественно так сделать кадры Мы еще утопили камеру Началось все с того что мы утопили камеру Да там вот от любительского мы утопили Потом значит мы взяли курс онлайн курс посмотрели с Катей прямо учились и получили эти базовые знать и это нам уже помогло делать такие шаги уже качественно как это делается правильно и увлеклись Да Особенно наш пик творчества начался мне кажется в 2020 году когда была пандемия вся эта ситуация то есть мы были дома Было много свободного времени И еще школа нам сказала сделать видеоролик типа сделать интересный видеоролик про зарядку не короткий а мы такие креативчики конечно и решили придумали сделать меня что меня как бы трое трое девочек делают зарядку в разной одежде Расстроили Да расстроили меня и в общем это понравилось потом и так другие видеоролики начались там всякие домашние а потом дальше где-то мая там пошло дело это уже стало таким можно сказать нашим направлением вот с этого момента Вот про военную тематику кстати я знаю что у вас из этого из 40 с лишним фильмов довольно прилично там может половина и про войну почему почему эта тема Ну знаете Великая Отечественная война у нас каждую семью затронуло и у нас два дедушки они были на фронте мой дед значит он летал на самолете как раз по два тоже и прямо вот хотелось увековечить вот эту память показать людям то что где-то не видели какие-то моменты ну стать ближе к этому то есть этот праздник он в сердце каждого народа и еще затрагивает единство в этом празднике прямо и мы да занялись серьезно как раз вот момент пандемии мы просто брали хромакей ткань и уже Катя значит была у меня моим героем моим актером и вот здесь у нас родился очень интересный ролик я сам написал это произведение еще чуть-чуть вот и мы сняли и хотя этот ролик да у нас две части первая вторая дух серийный дух серийный такой получился да о чем о чем получается это именно у нашем прадедушки то что папа написал это как бы ну не стихотворно а прям в прозе прям художественно у него прям вот у папы у него такая особенность есть что вот прям вот как по щелочку пальца у него появляется какая-то мысль где он начинает разрабатывать работать если у него такой щучок появляется вдохновила вдохновила и он начинает над этим работать и тут то же самое я просто была поражена что он может такое написать потому что я никогда не видела что он может что-то такое написать и в общем он дальше дорабатывал дорабатывал как над своим детищем папа как сценарист в общем да выступил здесь да и в итоге вот получился такой проект и я над выражением поработала то есть вот получился очень интересный видеоролик и потом в дальнейшем когда мы присылали на конкурсы Он у нас занял второе место в региональном конкурсе, получается, второе место. Нам дороги типа забыть нельзя. То есть вы же еще участвуете, вы же свои работы не просто, как говорится, для себя дома храните, а вы же их и презентуете где-то. Мы презентуем в социальной сети ВКонтакте, там мы выкладываем в пабликах Тобольских, то есть типичный Тобольск, он снова на нас принимает, то есть и просмотры набираются. То есть тогда на тот момент собралось около 10 тысяч просмотров, вот, я помню. Ну, неплохо для любительского. Ну, это вот наш первый видеоролик, 10 тысяч. Самый первый, пробный, да. Да, потом уже они начали расти, но это потом, я еще скажу, когда вот выросли. Слушайте, а как вы находите героев? Понятно, прадедушка это свое, родное, близкое, да? Потом, вы же вот там порядка 20 фильмов, где вы берете? Как вы понимаете, вот, слушай, давай сделаем вот эту историю или вот эту историю? Потому что, понятно, история военная, она полна вот какими-то интересными, героическими моментами. Как вы выбираете? Ну, да, героя вообще очень сложно искать. Ну, возможно, мы еще не знаем, как это правильно делать, но просто начинаем с знакомых. Чтобы зацепило, да, наверное, самих? С знакомых, друзей, какие-то одноклассники. И вот, ищем. Катя Кадиловна театральный, у нас там вот мальчик тоже с театрального приглашаем, несколько раз вот снимался. То есть, ищем. Это такой труд очень. Найти героев и найти реквизиты, локации. Но, когда уже пишем сценарий, мы там, ну, свои возможности. Потому что выше, как говорится, головы нам не прыгать. Вот еще же наверняка трудности у вас с реквизитом, с костюмами, да? Не знаю, массовка. Может, вам надо где-то, чтобы рота строем прошла, да? А где ее взять, эту роту там? Если только расстроить, да, Катю? На примере, допустим, у нас фильм был. «210 шагов. Отрывок война. Рождественского стихотворения». И вот там был фрагмент санитарного поезда. Мы его просто строили. Да. У нас сарай большой. Мы строили две стены, делали окно санитарного поезда. То есть, вы угрохали свой сарай под декорации. Да, построили. Теплушку, да? Спрос, мы с помощью хромаке сделали окно. Чтобы вот оно живое. Подставили видео, что поезд едет. И вот сделали. И получилось неплохо. Да. Вот. То есть, даже вот так мы идем на то, чтобы сами что-то построить. И таких уже поделок много. Когда с «210 шагов», там, полноразмерный пулемет мы сделали. Из чего? Из картона? Нет, из металла. Я умею и по металлу, и по дереву работать. То есть, это нас спасает. То есть, вы соорудили и свой пулемет. Да, да, да. Да, да. Просто. Слушайте, а тогда возникает вопрос. У меня следующий был как раз вопрос про ваш будущий фильм, который сейчас у вас в производстве. Я так понимаю, про Ольгу Голубеву, да? Нашу знаменитую прославленную летчицу, выпускницу школы номер один. Там же надо самолет делать. Как будете? Да, уже... Почему за Голубеву взялись такая тема сложная в этом плане реквизитном? Да, тема Великой Отечественной очень сложная. Потому что другое время ее нужно... К ней надо очень серьезно подходить. Факты. Мы очень много читаем вот этих книг, документалистики, чтобы как бы приблизиться. Очень сложно. Ну и реквизит, конечно. Вот, по сценарию у нас есть фрагмент, что две летчицы, сама Ольга Голубева, ее напарница, они летят в самолет. Мы будем делать фрагмент самолета и с помощью... Это еще это... Ну, акромакея. Работать в этом направлении, приближаться к этому. Да, сложно. Придется делать самолет. Ну, да. Одна из цен у нас сейчас... Это награждение Ольги Голубева на поле аэродрома. Мы уже поставили армейскую палатку. Большой приветствую армейскую палатку. И в воскресенье будем открыты к этой палатке. То есть у вас как раз сейчас... Снимать, да. Да. Катю хочу спросить, почему Ольга Голубева? Потому что ты тоже учишься в школе номер один, которую она закончила. Даже не то, что это, во-первых, судьба такого человека и то, что условия, то, что мы можем это показать. Потому что не все все-таки, даже не в плане как бы декорации всего такого, а то, что в плане как это выразить. Потому что нужно правильно выразить, передать. И, ну, как бы... Ну, я поняла такую закономерность, что в многих военных фильмах я как бы играю с тем, что еще... Я подошла по главной роли, я похожа на Ольгу Голубеву очень сильно по лицу. И судьба очень интересная. Мы поэтому выбрали. То есть и... Ну да, там, конечно, биография такая замечательная, очень интересная. Есть о чем рассказать, да? Да, и материалов очень много нашлось. То есть мне пришлось искать. А вот в прошлом году мы делали, ну, позапрошлым году про Ирину Левченко, Героя Советского Союза. Она из Москвы. Мы тоже прочитали. Нам понравилась эта история, то, что она из санитарки стала танкистом сама. То есть сама подала документы, чтобы учиться танкистам, санитарке. То есть она была и санитаркой хорошей, и танкистом хорошим. То есть... Да, еще и герой. Да. И то есть, как мы боролись там за сценарий, мы искали книги. Я написала книги. Мы вообще по всему интернету искали эти книги. Мы прям боролись. Нашли, ну, смотрим, блин, не хватает просто нам этой информации. Дальше искали, нашли. И дальше я уже села прям, ну, долгое количество времени. Вот я прям сидела и писала. То есть у вас еще исследовательские такие работы? Да. Да, обязательно. И про Ольгу Голубева тоже. Как бы тут даже с папой вот каждый фрагмент прорабатываем, каждую деталь. Прям спорим, даже точно ли это было или нет. Надежда Степановна помогла. У ней как раз... Заведующая музеем школы номер один. Да, альбом про Ольгу Голубева и книги, фотографии. От них. Это нам очень помогает прямо с помощью этого материала мы уже строим этот проект. Это самый сложный проект. Но уже как бы основная часть отснята, которую мы задумывали. Ну, я не буду пересказывать. Но вот основная часть... Да, мы не будем распределить сейчас. Да, основная часть у нас готова. И как бы будем на выходных тоже остальные сцены снимать. И как бы... Не могу не спросить, нужна ли помощь, может быть, какая-то? Вот вы говорили о том, что трудно, да, не найти героев, не найти, может, кто-то, я не знаю, самолет делает дома, там, подпольное. Ну, как-то, может быть, сейчас вот нас смотрят, табаляки думают, я тоже хочу там в кино сниматься или помогать, или что-то. Берете к себе энтузиасты? Да, всех приглашаем. Пожалуйста, приходите, звоните, помогайте нам. Мы делаем для вас, для города. О наших людях, табаляках, о героях. Это очень замечательно. Вспомнить, прикоснуться к истории города. Когда планируете, когда премьера? Ой, прям тучные даты мы никогда не рассчитываем. В конце мая будет. Покажи монтаж еще, да? Да, да. Сложная история, но мы будем стараться. Где можно будет посмотреть? В социальных сетях? В социальных сетях. В Вякошинцев, в Центре молодежных инициатив, потом в типичный Тобольск, конечно, примет, ну и другие паблики, кто принимает. У нас еще работы не всегда принимают просто. А вы не планируете где-то сделать, не знаю, на большом экране, где-нибудь там, в Синтезе, допустим? Показы, да, у нас будут, я уже думала, над этим Центром молодежных инициатив будет показ. Потом также в нашей школе будем показывать. И также у меня появлялась идея, я еще папе не озвучила, то, что я буду ходить, получается, по школам, проводить патриотический урок. И то есть рассказывать о нашей Тоболечке Ольге Голубевой, то есть по школам. То есть в этом, думаю, нам помогут, то есть и будем проводить. То есть вот эти показы будем делать. Отличная идея. Спасибо вам за разговор. Ну и, конечно, с праздником Победы. С праздником. На стадионе Тобол в честь празднования 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне дан старт спортивному фестивалю. Вперед к победе! Для всех табеляков провели военно-спортивные игры, забеги, турниры, соревнования, мастер-классы и многое-многое другое. Подробности смотрите далее. Ритмично, спортивно, патриотично ворвались табаляки в праздничные выходные. Традиционный городской фестиваль «Вперед к победе» стартовал на стадионе Тобол. Более десяти интерактивных площадок зарядили гостей бодростью и позитивом. На время проведения фестиваля здесь образовался настоящий спортивный городок. Это второй фестиваль «Вперед к победе». Он первый раз взял старт в прошлом году. Мы поняли, что мы на правильном пути. В этом году 14 локаций работают. Мы даже эстафету нашу, 75-ю, тоже завели на стадион. И сегодня она впервые будет стартовать, легкотетическая эстафета на стадионе. Сегодня мы приняли заявки от полутора тысяч табаляков на участие в различных соревнованиях. Я люблю попрыгать, побегать. Ну, в общем, все тут хочу испробовать. Самым зрелищным был забег победы. Бежали все от мала до велика. Дистанцию выбирали по силам на два или десять километров. Итак, дам старт участникам забега победы. Все прекрасно. Мне понравилось бегать. Это вот оживляюще, когда бежишь со всеми. Настроение супер, как всегда. Это сплочает. И в целом это всегда хорошо. Пока одни бегали, другие играли в городки, соревновались в меткости в дарсе, забрасывали мячи в баскетбольную корзину и забивали голы футбольные ворота на малом поле. А на основном городские команды соревновались в патриотической игре «Зарница». В прошлом году игре «Зарница» исполнилось 100 лет, и мы решили ее возродить заново. Военная спортивная игра «Зарница», в ней принимают 10 команд. Это ветераны военно-морского флота, пограничники, юно-армейцы, наши группы добровольной подготовки, ну и вообще как бы просто жители. В команде четыре взрослых, двое детей. Участников было много. Трасса в жару преодолевалась непросто. Но с испытаниями справились все игроки. А эта хрупкая девочка Риана Ярулина, несмотря на свой юный возраст, оставила позади команды соперников и выполнила задание по сбору-разбору автомата за рекордные 33 секунды. Я научилась это благодаря своему тренеру Булышеву Сергею Алексеевичу. Это совершенно несложно, просто нужно понять тактику и все. Частей не так уж и много, это всего лишь предохранитель, выстрел, затворная рама, сам затвор, пружина, крышка ствольной коробки, шомпал и пенал, и магазин, все. Я могла и меньше, просто руки немножко дрожат и суета. И все. Кроме командных игр на стадионе состоялись мастер-классы по воркауту и по управлению квадрокоптером, курсы молодого бойца и даже выставка оружия. Очень хорошо, погода прекрасная, да и вообще на стадионе всегда хорошо. Нет патриота без спорта. Патриот – это кто любит свою родину, ну а как он может быть больным? Тут бывают такие соревнования, что участвуют и внуки, и дети, и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. Люди общаются, проводят время свободно в коллективе, не то что там сидеть дома. Не, очень здорово. Ура! 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 Татьяна Геннадьевна Рачкова, заведующая музеем истории здравоохранения имени Александра Кузьмича Новопашина. Татьяна Геннадьевна, рад приветствовать вас в нашей студии. Ну, я думаю, что тут уже все понятно. Если мы не идем в музей, то музей, судя по всему, приходит к нам в нашу студию. Давайте сразу же к делу. Много экспонатов, много всего интересного. В годы Великой Отечественной войны наше учебное заведение называлось фельдшерско-акушерская школа, или сокращенно ФАШ. Кроме фельдшеров и акушерок, на ее базе была подготовка санинструкторов и сандружинец по программе Красного Креста. И в течение Второй мировой войны фельдшерско-акушерской школой было подготовлено 607 специалистов. Их было 10 одноклассниц-подружек решительных и нерешительных, веселых и рассудительных из школы номер 10. Они не успели сдать экзамены, не успели надеть свои белые платья на выпускной вечер. Многие табаляки знают и помнят их. Катя Бородина, Нина Лысачок, Надя Кастерина, Валя Важенина, Галя Канышева, Соня Фатеева, Зоя Колганова, Тоня Егорова, И, к сожалению, фотографий Вари Каляда и Тони Аркановой у нас нет, но они тоже входили в их число. Итак, закончив курсы медсестер, девчонки добровольно пришли в военкомат и написали заявление. Так, в мае 1942 года девчонки-одноклассницы, 17-летние были отправлены в 308-ю сибирскую стрелковую дивизию, но вернуться обратно суждено было только шестерым. Учения были недолгими. Боевое крещение они прошли у станции Котлубань. Об участниках боев под Сталинградом писатель Василий Гроссман писал «Великий героизм был в работе девчатства-инструкторов, тобольских школьниц, перевязывающих и поивших раненых в разгаре боя». Кроме Сандру Жениц на поле боя оказались и преподаватели. Это историк и краевед, заслуженный врач, отличник здравоохранения РСФСР, общественный деятель, основатель музея истории здравоохранения, который на сегодняшний день находится в стенах Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова и носит название Музей истории здравоохранения Новопашина Александр Кузьмич Новопашин. Щенникова Василиса Григорьевна, директор медицинского училища с 1959-1969 года, «Которая также закончила курсы медсестер Российского Красного Креста при Тобольской фельдшерско-акушерской школе». Директор медицинского училища с 1969-1978 года Борис Никифорович Глушаков. Военфельдшер Глушаков на войне был не единожды ранен. После войны работал в городской санитарно-эпидемиологической станции, заведовал туберкулезным детским санаторием. Также Белавина Ирина Васильевна, всю жизнь посвятившая медицине. Была заместителем батальона по медицинской части, начальником санитарной части, лейтенантом медицинской службы. После войны работала в городской больнице номер один в Акушерско-гинекологическом отделении. Все свои знания она передала будущим специалистам, учащимся Тобольского медицинского училища. Военный врач Валентина Ивановна Попова. Ей приходилось не только вытаскивать раненых с поля боя, но и в полевых условиях делать операции. Вернувшись с войны с 1947 года, она работала главным врачом в больнице водного транспорта. Затем на протяжении 30 лет работала в медицинском училище. В качестве добровольцев на войну ушли и выпускники разных лет. Это Лазука Раиса Алексеевна, фельдшер детских листей номер один, Затем заведующая детскими яслями. Зайтуна Ганиевна Мировалева. Сидельникова Галина Ивановна в составе медико-санитарного батальона видала пунктом переливания крови и была врачом-хирургом. Подобная Фаина Терентьевна, она служила фельдшером отдельной лыжной базы. После войны работала медсестрой туберкулезного кабинета детской поликлиники. Кучинская Зоя Николаевна. С началом Великой Отечественной войны фельдшеру Зои пришлось не только оказывать помощь больным, но и учить их оказывать первую медицинскую помощь самостоятельно. Соблюдать правила гигиены. Учила солдат, как правильно реагировать на химические атаки противника. Анна Даниловна Глушакова. Уже 10 июля 1941 года работала в Омске в Ивако-госпитале и принимала раненых. После войны фельдшер здравпункта ТГПИ имени Менделеева. Скоцарев Алексей Владимирович. Плюс Нин Николай Андреевич. После окончания боев за Прагу был награжден ценным подарком, фотоаппаратом. С тех пор пристрастился к фотоделу. После окончания войны работал в должности помощника государственного санитарного инспектора. Николай Петрович Зайцев в марте 1942 года, когда из его батальона 14 было ранено санитаров, Николай сам в течение трех дней вынес по любое 83 бойцов и командиров с их личным оружием и противогазами. Михаил Павлович Пономарев. После войны преподаватель СПТУ-4. Добровольская Таисия Константиновна воевала фельдшером артиллерийского дивизиона на Северо-Западном фронте и старшей медицинской сестрой батальона на Первом Белорусском фронте. После войны на протяжении 35 лет трудилась в лечебных учреждениях города Тобольска. Мельников Вячеслав Иванович в период Отечественной войны сменил множество профессий. Пулеметчик, автоматчик, санитарный инструктор, помощник-наводчик станкового пулемета, снайпер, стрелок. Медики, коренные жители Тобольска также приняли участие в военных действиях. Белослудцева Галина Николаевна во время войны медсестра отдельной роты медицинского усиления. После войны медсестра инфекционного отделения. Ализарович Виргиния Станиславовна прошла путь от Смоленска до Кёнигсберга. После войны работала в роддоме и в доме ребенка. Никитина Анатасия Петровна, фельдшер полкового медпункта, медсестра медицинского санитарного батальона. После войны работала главным врачом дома ребенка, ординатором инфекционного отделения и по совместительству преподавателем Тобольского медицинского училища. Гуриев Николай Петрович получил тяжелое ранение в грудь, работал санитаром психиатрического отделения Тобольской городской больницы. Богданов Василий Иванович, участник Сталинградской битвы. После войны работал 20 лет санитаром психиатрического отделения. И Ячменев Василий Константинович был фельдшером батальона аэродромного обслуживания. После войны работал на станции скорой медицинской помощи. Перед вами экспонаты. Это личные вещи наших участников, медиков. То есть это не копии? Все это оригиналы? Это личные вещи, это конечно же не копии. Например, фляжка, набор хирургических инструментов, военный котелок, плюснина. Мы видим, что на фляжке прямо написано «выгравировано». Да. Плюснин. И даже есть, посмотрите. Да. Значок такой. Со змеей. Змея с чашей. То есть все понятно. В медицине человек имеет непосредственное отношение. Также здесь мы видим сумку и погоны хирурга Сидельниковой. Также у нас есть трофейная вилка, ложка. Сохранилась неплохо. Сохранилась неплохо. Когда в России не производили вот таких вещей. Это вот именно трофейные. Также, естественно, письма-треугольники. То есть все в оригинале? Давайте осторожно. Все в оригинале. Посмотрите, пожалуйста. Город Ханты-Мансийск. Некоторые медики стали героями монумента Тоболяков «Бессмертный полк». Он был открыт в Тобольске в 2020 году. На один портрет мы еще не обратили внимания. Да, конечно же. Это у нас на войне был и мой дедушка Захаров Григорий Яковлевич. Хотя никакого отношения он к медицине не имел, но прошел этот путь до конца. С самого начала до конца. И вернулся домой. Дед подбил танк противотанковой гранатой. Был тяжело ранен позвоночник, разрывная пуля. Он, конечно же, был награжден Орденом Отечественной войны и Орденом Красной Звезды и другими медалями. Я очень горжусь своим дедушкой, медиками, которые защищали нашу Родину. Ведь именно это их заслуга, что мы живем под синим небом и радуемся солнышку. Большое спасибо, что были сегодня в нашей студии. Татьяна Геннадьевна Рачкова, заведующая Музеем истории здравоохранения имени Александра Кузьмича Новопашина. Еще один выпускник школы номер один 1940 года Юрий Михайлович Попов самоотверженно сражался за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. А после, внеся свой весомый вклад в победу, занимал высокую должность в научно-исследовательском институте. И хоть с тех пор минуло очень много лет, его имя прославляет родную школу. Из письма выпускника 1940 года Попова Юрия Михайловича. Здравствуйте, учащиеся 9 класса. С большим волнением я узнал из вашего письма, что наша родная школа номер один, а в то время, когда мы учились в ней, она называлась Базовой, не забыла нас, выпускников 1940 года. В своем письме постараюсь рассказать о некоторых биографических данных из моей жизни. Окончил школу в 1940 году. Поступил на первый курс Уральского индустриального института в Свердловске. Сейчас этот институт называется Уральский политехнический институт имени Кирова. В 1941 году был призван в ряды Советской армии. Принимал участие в Отечественной войне сначала на Волховском, а затем на Втором Украинском фронте. Соотличное выполнение боевых заданий награжден медалью за отвагу. Впоследствии еще награжден тремя памятными медалями. В декабре 1943 года при взятии города Черкассы был тяжело ранен. Воевал на Волховском фронте в составе отдельного лыжного батальона. А на Втором Украинском фронте во взводе пешей разведки 861-го стрелкового полка. После излечения вернулся на второй курс института. Окончил институт в 1948 году и по направлению поступил на Свердловский ремонтный завод главэнергозапчасть. Сначала на заводе работал конструктором. Потом заместителем начальника цеха. Начальником производственного отдела и главным инженером завода. В 1961 году переведен во всесоюзный научно-исследовательский проектно-технологический институт горного машиностроения на должность заведующего техническим отделом института. И наш следующий гость в студии заслуженная артистка России актриса Тобольского драматического театра Елена Малова. Здравствуйте, Елена Борисовна. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии в такой светлый, прекрасный праздник. Расскажите, вот у каждого из нас, наверное, в каждой семье есть своя история какая-то, да, история дедов, прадедов. Вот насколько я знаю, у вас тоже это все в семье, как бы, память хранится, да, и о ваших дедах, получается, да? Да. У меня два деда воевали, и одному не суждено было вернуться с войны. Это отец моего папы. Он был ранен, он был водитель, был ранен. Его отправили в Махачкалу, в госпиталь, и там он скончался от ран. Там похоронен в Махачкале. А второй дед, мамин отец, Александр Михайлович, вот он, ему повезло вернуться живым. Такое интересное лицо. Да. И вот с ним связана очень интересная история. Так, давайте мы расскажем. Которую я хотела бы рассказать. В общем, они с бабушкой, с моей, поженились в начале 30-х, и к началу войны у них было уже двое детей. Моя мама. Он был взрослый, да? Да, он был уже взрослый. Он был 1911 года рождения. А, ему 30 было. Да, он уже был очень взрослый человек. Он закончил уже техникум, успел поработать. Он был специалист по строительству дорог. Дорожник. Дорожник, да. И когда началась война, когда объявили мобилизацию, в общем-то, он был в числе первых, кого призвали. Практически сразу его призвали. А его призвали по специальности? Вот в стройбар? Его призвали, нет. Его просто сначала призвали, просто, как всех призывали по мобилизации. По всеобщей мобилизации. Да, по всеобщей мобилизации. Когда только объявили мобилизацию, его сразу призвали. Буквально через несколько дней он уже отправился в часть. Но их не отправляли сразу на фронт. То есть в течение примерно двух месяцев проходило формирование части, они обучались. Да, где-то около двух месяцев они жили в военном лагере, в палатках. Бабушка к нему ездила туда, проведала. Это было недалеко, это два часа было всего лишь на поезде. Разрешалось, да? Да, разрешалось. Детей не возило, было двое детей, да? Нет, дети маленькие были еще. И потом, где-то после двухмесячных этих сборов, их отправили на фронт. И так получилось, что вот это самые такие тяжелые месяцы были, начало войны, они были в Белоруссии. И практически сразу они попали в окружение. Ну да, Белоруссия была захвачена быстро. Я так понимаю, что была достаточно сложная ситуация, ситуация, когда фашисты наступали, нашу связь, может быть, иногда теряли друг с другом части. Ну там же как раз период отступления был. И Белоруссия была таким практически блицкрием, да, где-то захвачена. Да, это было очень тяжелое время. Поэтому, собственно, там партизанщина и в лесах была популярна. И они попали в окружение и их взяли в плен, какую-то группу из их части. На окраине деревни их заперли в сарае. Ну, я так понимаю, что достаточно много людей там было. Большой сара. Большой сара. Да, какое-то колхозное такое сооружение, строение. Но оно было с соломенной крышей. И вот мой дедушка и один из солдат, товарищ его, они все время подбивали остальных. Давайте убежим, давайте убежим. Ведь через эту крышу можно очень легко выбраться. Ну, я так понимаю, что многие были просто растеряны, просто боялись куда-то бежать. И куда, как добраться до линии фронта, куда идти. Просто не очень понимали, наверное. Я думаю, что это состояние шока какого-то было. Ну, и, наверное, да, они еще не понимали все тяготы плена. Еще только началась война. Они не очень понимали, кто пришел на нашу землю и к кому в плен они попали. Что их там ждет. Да. И вот мой дедушка, этот товарищ, они все-таки ночью, под утро, перед рассветом, они все-таки сбежали. Вдвоем. Вдвоем. Не найдясь. Да, потому что вот этот товарищ говорил, что он знает эти места, здесь рядом его деревня. А, он местный. Он местный. И вот они выбрались ночью под утро, когда вот начало расцветать самое такое время. Ну, там в Беларуси, это же леса. Конечно. Вот они спрятались в лесу и начали пробираться по окраине леса, то есть уходить из этой деревни. И увидели, как... Вот только они сбежали, какое-то время прошло, и они увидели, как этот сарай подожгли. Ну, естественно, кто-то пытался выбраться, их расстреливали. Как это все и было. То есть заживо просто сожгли? Заживо сожгли людей там, всех, кто остался. Кто выбирался из сарая, выбегал, тех расстреливали. То есть Александру Михайловичу тут судьба очень повезла. Да, они действительно дошли до деревни, пришли в дом к тому мужчине. А там оккупация была или там как-то... Ну, она, может, переходила, это все линия фронта, да? Глухие леса, там были деревни, в которых даже и не было никого. Ну, если это маленькая деревня, они прошли. Ну, прошли немцы просто, и все. Эта деревня никого не интересовала, по большому счету. А, ну да, что не стоял там гарнизон. Там не стоял никакой гарнизон, деревня в глухом лесу. Но все равно могли же опасно выглядеть. Могли, конечно, да. Они там переночевали, немножко отдохнули, запаслись провизией. Подкорнились. И пошли к линии фронта. К своим. К своим, да. К своим. К операции. У них даже мысли не было, что можно спрятаться, там, отсидеться. Да, дезертировать. То есть это даже в мыслях этого не было. Ну, тоже рискованно, придут немцы, и ты где-то спрятался, опять же, тут. То есть у них была такая задача. Прийти. К своим. Дойти до линии фронта. Прийти к своим. И пока они шли по этим лесам, собралась достаточно большая группа тех, кто выходил из окружения. Там еще надо найти линию фронта, действительно. Да. И плутать можно. Они же, в общем-то, не очень знали, куда идти. Там разрозненные части какие-то. Да. И по лесам, я так поняла, очень много было народа, кто попал в окружение. И когда собралась достаточно большая группа, которой трудно было идти скрытно, чтобы их не заметили, они решили разделиться на две части. И каждая группа своим путем должна была пробираться к линии фронта. И вот мой дедушка и тот мужчина, они разделились, товарищ его, они разделились, оказались в разных группах. А когда они были вот в этой деревне, у жены того мужчины, мой дед оставил им свой адрес. Говорит, если война кончится, напишите, если вдруг что-то со мной случится, напишите моей жене. То есть у них даже мысли не было о том, что война кончится как-то иначе, что не освободят страну от фашистов. Ну, конечно. То есть вот. И мой дед вот с этой группой, они смогли перейти линию фронта и пробраться к своим. Они дошли. То есть дальше он продолжал воевать. А вот после войны уже вот эта женщина писала письма, спрашивала, что случилось с ее мужем. Он, видимо, не дошел. И никаких сведений о том, куда пропала эта группа, что с ними случилось, вообще ничего неизвестно. Деду второй раз повезло. Деду повезло, да. То есть у него такая, в общем, хранил его бог войны. Да, получается, да. На этом пути. Ну, а к своим попали, там же тоже была вот эта история, что их там допрашивали, кто вышел за какие-то фильтры. Ну, об этом вот история умалчивает. Фильтрация, конечно, какая-то была. Но все благополучно, как мы понимаем. Все благополучно закончилось, да. Он продолжал дальше воевать. И все, он прошел всю войну, получается. Да. Но единственное, вот я не очень точно знаю. Я знаю, что в конце войны он работал на восстановление освобожденных территорий. А, как уже, как дорожник, да? Как дорожник, да. Поскольку у него было специальное образование и достаточный опыт работы. Я не знаю точно, то ли в составе военных строителей, либо... Уже как... Как демобилизованный, я вот этого не могу сказать. Но я знаю, что он восстанавливал разрушенные, освобожденные территории. Вы-то эту историю знаете от бабушки, получается? Я знаю эту историю от бабушки, да. От жены Александра Михайловича. И вот странная история. Вы знаете, бабушка мне рассказывала эту историю, моему мужу рассказывала. А ни маме, ни моей тете, она ее не рассказывала. Через поколение. Когда я рассказала эту историю маме, она была очень удивлена. Она говорит, а я не знала об этом. Интересно. Ну, может быть, как-то опасались такое поколение... Я так понимаю, что они ни дед, ни бабушка, они о войне вообще не говорили. После войны они об этом просто не говорили. Ну, была же категория людей, которые вообще вот просто всех разговоров избегали и не рассказывали вообще. То есть мне достались воспоминания бабушки, тетушек. Но, к сожалению, я своего деда не застала. Он умер в 1956 году, ему было всего 45 лет. То есть вот... То есть очень... Как-то война не прошла. Война не прошла, да. Он, наверное, все равно был и ранен как-то там. Ну, да. Не может всю войну человек, да, воевать и там не царапить. Ну, он не был тяжело ранен. Но он как бы достаточно... То есть он везучий человек был. Но вот это везение... Закончилось. Закончилось, да. В каком-то моменте. Оно сказалось тяжелой болезнью. Ну, вы сейчас, Елена Борисовна, передаете вот эту память, как-то храните, может быть, ну, знаете, там записывают, вот, чтобы потом эти истории... Я рассказала, я все, что когда-то мне рассказывали бабушки, я рассказываю своему сыну. И надеюсь, что он это запомнит. Что это дальше тоже будет все... Передаваться. Когда он, когда в школе, допустим, писали сочинения о своих предках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, он вот эту историю написал в сочинении. Ну, это замечательная история, конечно, потому что мало кто знает, буквально обычно, что мы знаем, да, награжден такой-то медалью, был там ранен там-то, и, в общем, и особо ничего такого. А тут прям киносценарий, да, или основа для спектакля. Да, я могу еще рассказать. Их было четыре брата, которые все ушли вчетвером на войну. И трое вернулись с войны. Один единственный, самый младший, Алексей, он пропал без вести под Москвой. Ну, я искала, сейчас же можно найти разные сведения. Да, сайты есть. Тех, кто... Специальный сайт есть. И я нашла упоминание о нем, то есть, когда и где он был мобилизован. И последняя запись, что отделение не выходит на связь. То есть, там не осталось, видимо, никого и ничего. Кто мог бы рассказать? Кто мог бы рассказать? То есть, они все погибли под Москвой. Ну, тоже, слушайте, получается, что маме повезло, да? Трое из четверых вернулись. Это большая удача, да? Мы же знаем случаи, когда в десять сыновей никто не вернулся, ни один. Да, вот это им повезло. Ну, правда, они были ранены. Один из братьев лишился ноги. Но все-таки вернулся. Ну, все-таки он вернулся, в общем. Они все втроем вернулись. Замечательная история. Спасибо вам большое, что поделились с нами вот своими семейными такими легендами уже практически. Ну, и, конечно, вас с Днем Победы, с праздником. Спасибо большое. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, прошел накануне в ДК «Синтез». Гостями праздника стали дети войны, ветераны и труженики тыла. А со сцены звучали добрые поздравления и песни военных лет. Помню, вреда, помню, гальфы и лунами. Танц ведущий и поющий яркий май. Виклий пенцер, русском вальсе сквозь года. Помню, сердце не забудет никогда. Значимость события не измеряется временем. Для нас было, есть и будет самым главным, самым дорогим победа в Великой Отечественной войне. И быть наследниками Великой Победы – это большая честь и ответственность. И поглотит, кто живой, всех, кто не пришел домой. День Победы, месяц май. Помни, знай, не забывай. Это радость через край. День Победы, месяц май. Эти песни, они идут отдельно, потому что у меня дед воевал, прошел всю войну. Командир танка был, потом служил и в Бресте похоронен. Это уже в возрасте подполковника он был. Поэтому мы с детства с ним пели эти песни. Я помню, мне было лет шесть, я был в гостях, и он разучивал кое-какие песни. Поэтому эта песня особая, и вообще праздник 9 мая, это такой, со слезами на глазах. Слушаю эти песни, сидя на этом концерте, вспоминается, вот мне мой отец, вспоминается, который был взят в 41-м году на фронт в Ленинграде, он в то время учился. И пришел он в 43-м году, он потерял 70% зрения. Это день победы, ворохом врага, это праздник с седемою на лесах, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Сегодня мы всей страной вспоминаем павших и говорим спасибо живым. Спасибо за мир и нашу победу. И еще раз с праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова